Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы присоединились ко мне сегодня. И у меня для вас подарок. Подарок. Потому что, ну, вы, наверное, уже знаете, этот эфир посвящается тем, кто напивает себе под нос. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не знаю, как насчет комсомола, но вот я из тех, которые хочу быть молодой, как можно дольше. А для этого, помимо того, что надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, для этого еще нужно просто пойти к эндокринологу. Вот вы когда последний раз были у эндокринолога? Вот именно, я тоже. Только по мере необходимости. А когда такая необходимость возникает, мы узнаем у нашего гостя Молдаванова. Так, сейчас я ее приглашаю. Секундочку, Малина. Я ее пригласила, присоединилась уже. Здравствуйте, Марина! Вы меня слышите хорошо? Здравствуйте, да, Елена, слышу отлично. Связь хорошая, вы прекрасны. Спасибо большое. Так вот, я говорила нашим подписчикам, что если ты хочешь быть молодым, то нужно обращаться к вам. И просто вас представлю, вы не просто эндокринолог, а еще врач антиэйдж медицины, запотделения системной медицины GMT клиник. Все правильно? Да, все верно. Отлично, да. Отлично. Спасибо вам за представление. Скажите, пожалуйста, с какого возраста мы начинаем стареть? Ну, вообще, на самом деле, вот слово старение можно исключить, это вот, ну, вот, когда мы начинаем, ну, чувствовать... Меняться, меняться. Да, да, чуть-чуть меняться. Не в лучшую сторону. Ну, да. Ну, это такой, знаете, вопрос ресурсности. Когда мы начинаем чувствовать, что мы менее ресурсны? На самом деле, эти процессы происходят ранее общепринятых каких-то таких определений. Это уже может быть в районе 25-30 лет, а как показывает наша эволюция и наша загруженность, и вообще и мегаполис, и наш уровень стресса. Да, вот, понимаете, и даже ковидная история показала, что мы уязвимы становимся уже в среднем возрасте, даже ближе к молодому, и заболевания наших родителей, наших предков иногда проявляют себя в поколениях гораздо моложе. Поэтому, конечно, с точки зрения эволюции все болезни помолодели, но с точки зрения медицины, особенно интегративной медицины, мы можем больше приложить усилий в восстановление и в повышение ресурсов. Понятно. Как предотвратить старение кожи? И, подождите, ну, с какого возраста примерно нужно это начинать? Вы знаете, я вот больше, вот если именно про кожу говорить, ну, как такой вот эстетический момент, тут все очень индивидуально, потому что кожа, она вот как фактор, знаете, граничащее внутреннее содержание и внешнее, да, то есть тут влияет и эпигенетика, ну, вот все, что влияет, и внутри генетика, генетический такой настрой. И, конечно, косметологи в нашей клинике, они консультируют различного возраста людей по любой проблеме, которая существует, и это даст человеку понимание, как часто и как в следующий раз, и с какими запросами обращаться. Поэтому тут вопрос диагностики. Я так думаю, что в районе 25-30 лет, если не возникло проблем никаких ранее, можно обратиться вот в ключе диагностики к доктору, чтобы понять, а как мне дальше, вот что мне делать, нужна ли поддержка или нет. И наши косметологи ориентированы на системную медицину, они обязательно направят к доктору специализации необходимые, и это будет человеку понятнее. Маринечка, у меня есть специализацию, либо прийти для красоты. Понятно. У меня есть мои вопросы, но я также считаю обязательным давать возможность нашим подписчикам задавать вопросы. И вот пришел уже первый вопрос, очень важный для меня. Можно ли избавиться от брылей без оперативного вмешательства? Мне тут тут же как-то сказали, что вот уже... Да ну что. Нет, ну вы прекрасны. Мне намекали, что хорошо бы вот там что-то вот чуть-чуть это, чуть-чуть то. Но тем не менее, что вы с каждой пробрыли? Ну, я, конечно, знаете, вот каждый специалист, каждый доктор, вот немножко такой с профессиональной деформацией, да. Вот я смотрю на человека как эндокринолог. Всегда вот, как стала эндокринологом, всегда смотрю. А что можно сделать такого, чтобы улучшить не только внешнюю картинку, да, чтобы это как бы изнутри шла такая красота. Конечно, со своих позиций эндокринологических я могу поработать с метаболизмом, что будет ощутимо, ну, даже внешне. Косметологи нашей клиники, они уже добавляют на свой взгляд, на свое такое видение человека, уже добавляют терапии исключительно персонально. Вот что кому нужно? Аппаратные вмешательства, инъекционные, просто уходовые процедуры, они мало того, что могут предупредить уже и в молодом возрасте, а вот вам, скорее всего, понадобится вот что-то пройти в такие-то сроки. Это не лечение, воспринимайте это как шаг к красоте, к личной красоте, вот так бы я сказала. Вот тут вот пишут, с наступлением климакса, да, вот что-то такое внешнее, ну, вот не дописали. Вот как климакс влияет на внешнюю картинку? Вы знаете, вот с современностью нашего бытия, вот с развитием современной медицины, на самом деле продолжительность жизни увеличивается, как бы оно там ни было. Поэтому вот активное долголетие – это наша цель. И на самом деле в этом долголетии мы получаем заболевания, определенные или симптомы, или какие-то эндокринные сдвиги, с которыми приходится жить очень много времени. То есть если продолжительность жизни увеличилась, поэтому с этими сдвигами и с этими связанными заболеваниями или с симптомами мы должны проживать даже активную свою часть жизни. И поэтому менопауза, но символически, я бы сказала, все-таки и менопауза, и андропауза, наверное, у нас слушатели есть и мужчины, это нормальная физиологическая жизнь. И в этом нам нужна определенная ресурсность. И с развитием менопаузы снижается чувствительность эстрогенов к уровню половых гормонов, а потом они снижаются тоже. И здесь ассоциировано с проявлениями старения, это бывает ассоциировано с более быстрыми строками старения, что, кстати, может предугадать косметолог в более молодом возрасте, и вы будете уже подготовлены. И, конечно, эндокринолог здесь напрямую должен взаимодействовать, потому что все, что будет направлено на коррекцию, поддержку, и это прежде всего должно быть безопасно для организма человека, это все вы увидите внешне, потому что это все будет внешняя красота. Следующий вопрос. Меня волнуют пигментные пятна. Можно ли их удалить раз и навсегда? И к какому специалисту обратиться в первую очередь? Тоже очень хороший вопрос. Да, отличный вопрос, потому что это напрямую связано с эндокринологией. Я не хотела бы говорить, что это диагнозы эндокринные. Нет. Но вопросы обменных процессов, вопросы регуляции гормонами этих процессов, вопрос гликации, потому что конечные продукты гликации влияют на это в первую очередь, эпигенетические факторы. Ну, в общем, так много всего у нас собирается, что врач-эндокринолог или врач системной медицины с интегративным таким подходом, он может ответить и дать решение этой проблемы изнутри. А косметолог решает внешнюю сторону этого вопроса. Поэтому любые косметологические процедуры, если об этом человек задает вопрос, в синергизме действия наших коррекций будут успешнее. И тот вопрос, с которым я сталкиваюсь постоянно, что вот хожу, делаю аппаратное лечение, ничего не проходит, или опять появляются, или вот сказали крем, а он не работает. Это как, вот знаете, мячиком об стенку. Стучим что-то получше, но не всегда это получается. Поэтому, конечно, в плотной связке с эндокринологией это можно вопрос решить раз и навсегда. Это реально. Раз и навсегда. Но и зависит от степени, от давности данной проблемы. Так, с наступлением климакса внезапно вырос узел щитовидки и появилась тахикардия. Неужели женское здоровье так слабо? Вы знаете, такое бывает и не только в наступлении климакса, такое бывает и в более молодом возрасте и зависит не только от генетических факторов, но и от эпигенетических воздействий. Поэтому здесь на любой сдвиг, на любое нарушение всасывания рецепторов, вы знаете, ведь все начинается с рецепторов. Они меньше чувствуют и начинают гормоны больше работать, и потом истощается этот потенциал. И любая вот эта чувствительность, конечно, будет коррелировать и с прибавкой или незначительной или значительной прибавкой веса, нарушением метаболизма и сбой гормонов. А у нас, вы знаете, в эндокринологии все по типу обратной связи. Если здесь плохо слышат, буду, например, ну, речь идет о гипофизарных гормонах, буду больше работать, раз тут плохо слышат. А это вытекает, например, в патологии субклинического гипотириоза. А субклинический – это когда нет клиники, а изменяются анализы, а человек об этом не знает и ходит годами с этой историей. И поэтому, возвращаясь к первому вопросу, как часто надо обращаться к эндокринологу, я бы сказала, что все-таки какой-то такой мини-чекап, такую диспансеризацию, если как в наши советские времена говорили, диспансеризацию. Вот пусть она будет маленькая, пусть она будет только базовая такая. Но раз в году. Да. Раз в году. Вот пусть придет. Вот как гипотологу, да, к зубному мамограмму сделать, и к эндокринологу. Хорошо. Следующий вопрос. Нужно ли пытаться возвращать женские дни гормонально или смириться с клеммаксом? Тоже хороший вопрос. Вы знаете, вот тут есть подходы конвенциональной медицины, стандартные, классические. Мы живем, кстати, в интереснейшее время, когда мы на стыке работаем. Мы знаем про интегративную, профилактическую медицину и конвенциональная, стандартная, страховая, с академическим подходом. И вот здесь на стыке всегда надо принять решение грамотное, правильное и, прежде всего, безопасное для организма человека. С чего начинать и чем поддерживать, и как дальше вести. Поэтому тут, наверное, самое главное, чтобы был план действий. Ну, конечно, начинаем с обследования. Вы приходите к доктору и выслушиваете его план действий, и принимаете решение иногда с доктором, к которому обратились. Иногда это коллегиальное какое-то решение. Но это точно будет принято. И там именно вы услышите, но это будет только гормональная терапия. Это решение только вазомоторных симптомов, что в конвенциональной медицине принимается быстрее. То есть вазомоторные – это проявление климакса. Это, ну, всё, что связано с вегетососудистыми. А есть и долгосрочные проявления перестройки, когда мы думаем, чтобы не возникло остеопороза, чтобы не возникло сердечно-сосудистых осложнений. Ну, слушайте, а стоит это делать? Или всё-таки природа запрограммировала каждого человека на определённый срок? Вот у меня подруга, например, ей, извините, пятьдесят, там пять, да? И у неё долго не было месячных. Потом она мне с радостью рассказала, что пошла, прокололась, и вот теперь у неё снова месячные. И как здорово! И ху-ху! Вопрос. А это правильно обманывать природу? Вы знаете, я точно уверена, что подруга обратилась к специалисту, и им была назначена именно терапия. И я скажу, что здесь вопрос корректности применения какой-либо вида терапии. Поэтому у нас даже в конвенциональной стандартной медицине существуют сроки, когда ты можешь вмешаться и восстановить цикл, а когда ты этого не можешь делать. Есть факторы, которые будут проблему усугублять, и поэтому восстанавливая цикл, мы можем какой-то иметь урон в другом органе или системе. Поэтому здесь такой вот системный целостный подход очень важен. И если речь идёт о фоне поддержания, мы не вгоняем поддержкой в 30-летний возраст. Это фон поддержки эстрогенов. И тут очень важно, как женщина чувствовала до этого, как она себя сейчас чувствует, и что, и какой запрос, какая ресурсность, что мы дальше хотим. Мы, конечно, хотим быть все красивыми, долго жить с хорошей памятью, и быть активным. И заниматься сексом. Всё, чтобы наше тело было продолжение души, и нам не подводили. Так, Мариночка, следующий вопрос. Менструация в 53 года, день в день. Это хорошо? Здесь мало вводных для того, чтобы сказать, это точно хорошо, или давайте приходите, обсудим это на приёме. Потому что средний возраст менструации, он определен в консвенциональной медицине, но существует такое понимание ещё из старой школы, что должно пройти 35 циклов менструальных. То есть если условно начинаются, ну там условно в 15 лет, плюс 35, ожидаем там менопаузы в таком возрасте. Очень много составляющих более ранней или более поздней отсрочки. Поэтому это может поддерживаться лептином, это гормон жировой ткани. Если девушка за это время прибавила, 45-50+, она будет поддерживать эстрогенами не своими, а вот этой гормональной тканью, потому что это эстрогеноподобный эффект. И здесь надо не прекращать или продлевать менструальный цикл, а работать с организмом в целом. Убрать дефициты, решить что по недостаточности витаминов, микроэлементов, решить вопросы с функцией щитовидной железы. Много очень сложностей. Хорошо. Он пишет, у меня приливы 11 лет уже, но это можно с ума сойти, 11 лет. Ну как это? Это же мучительно. Это ненормально? Или это всё зависит от венов? Я бы сказала, что генетический фактор, ну в целом, если брать, генетика это всё-таки, ну по разным заболеваниям, но в среднем округлим 20%, да, вероятности или риска. Всё остальное – это эпигенетический фактор. Поэтому в этом случае, если вмешательство с гормонами, ну условно, потому что здесь надо определить безопасность, видите, больше 10 лет продолжаются эти муки, помочь можно и без гормональной терапии, либо добавить фоново. И однозначно, сразу не глядя, скажу, это вопрос дефицитов и глобальных дефицитов. Скорее всего, здесь нужно, ну мини-чекап, определить с доктором тактику, план действия выработать, и можно в этом возрасте однозначно уйти от этой симптоматики, потому что, как правило, она вазомоторных проявлений, вегетососудистой дистомии. А сюда войдет, и как вы спите, и что вы едите, и какой вес, и какие витамины, микроэлементы, и как отдыхаете. Тут очень на уровне, если хотите, даже в таком биоэнергетическом, тут очень много факторов. Но это мука, надо немедленно обратиться, и этот вопрос будет решен точно. Обратиться, не рассласется само. Да, да. А если после родов прошел год, а менструации нет, это важно или не обратить внимание и спокойно придет-придет? Вы знаете, вопрос к тому, что если год после родов, это допускается момент, и это связано с периодом грудного вскармливания. То есть, если это долгое кормление, мы находимся в такой относительно гипоэстрогении, то есть низкие эстрогены. И если эта девушка там не очень хорошо питается, может быть, тревога ночного сна, вот пока малыш маленький. Поэтому тот беспокоиться не нужно, но это не отменяет осмотр гинеколога, потому что... И я, видите, я всегда с креном в эндокринологии всегда говорю, эндокринолог самый главный доктор. Вот придите, и мы решим, потому что там много моментов. Да, аминары... Хорошо. Как вы относитесь к фитоэстрогенам? Они эффективны? Отлично. Расскажите, пожалуйста. Да. Я вам скажу, что фитоэстрогены, они в некоторых случаях, ну вот как практикующий врач уже почти с 25-летним стажем, я скажу, что есть организмы, где невозможно влезть синтетикой. Ну, я занимаюсь очень давно уже, достаточно давно, генетикой по генетике генобдетоксикации, генетикой по питанию. Я вообще считаю, что основа этой генетики это не то, что чем болели родители, это вот наши собственные гены, потому что мы так задуманы, интересно, у нас так все намешано, от папы, от мамы, от всего. Иногда бывает от бабушки генетика, потому что я смотрю, у меня семьями сдают эти гены. И вот именно в генах детоксикации, в генах свертывания, и свертывания, и гены гемостаза, там все участники этих процессов. И именно вот в этом ключе влезть с синтетическими препаратами, ну, условно, лечебными. И фитоэстрогены здесь в гормонозаместительной терапии играют важную роль. И я вижу реакцию, похожую на гормонозаместительную полноценную терапию. Это не всегда. Это какая-то часть женщины, но это тоже имеет право на существование. И это уже даже в научной медицине доказано. И это может быть и агрессивно. Это может быть минимального воздействия. А может быть такая чувствительность рецепторов высокая, и поэтому она тоже хороша. Или на этапе, пока мы думаем, какую терапию назначить. И отсюда появилось такое великое разнообразие. Тут забавно пишет. Спасибо за ответ. У моей знакомой приливы 15 лет. Ей уже 70. А вот тут спрашивают, как отсрочить ранний климак? 41 год. Можно ли отсрочить? Вот на первый вопрос, что в пожилом возрасте встречаются приливы, ну, на мой взгляд, это история дефицитов. Поэтому, а знаете, как пожилые женщины, если назначаешь какой-то минимум, ну, условно, плохо спит, назначил магний, да, там, микроэлемент на ночь, или там есть трансдермальный, масло с магнием, или соль бишофит с магнием, да, солевая ванна, и все, и прям тело раз взяло, то, что было годами в дефицитах, это, скорее всего, дефицит. Вопрос отсрочки климакса, или раннего истощения яичников, этот вопрос актуален, и в репродуктивном возрасте, у меня просто направление еще и внашивание беременности, и ЭКО отделение, это иногда вопрос репродукции. Это, конечно, важно, это нужно делать, и опять же, чтобы это было безопасно. Поэтому отодвинуть его можно любыми воздействиями, которые доступны и научно доказаны. Теперь немного вопросов от меня все-таки. Какие наследственные факторы влияют на наше тело, и особенно на наше лицо? Вы знаете, ну вот, наследственная генетическая тема, она очень важна, она в основе, и моменты старения, у меня прям есть отдельный генетический протокол, называется протокол красота, где можно прям разобрать, какие гены мы унаследовали. Фотостарение, склонности к там, крупцовым образованиям, склонности к гиперпигмендарии, они также пересекаются, почему я эту генетику смотрю, они пересекаются с нашими вопросами по генетике, усвоение витаминов, выведение вот кеновидотоксикации, то есть очень много на стыке всего, и поэтому генетический фактор, да, он преобладает, дальше зависит, опять же, от эпигенетики, от привычек, как мы спим, что мы едим, все, что я перечисляла выше, какие дефициты, где мы живем, потому что бывает так, например, родители родились на юге, ну, не знаю, там, условно, где была свежевыловленная рыба, было много солнца, они много ходили, дом был на горе, они туда себя спускались, и они даже плохие гены притормозили, то есть они не развились, у них нет ожирения, у них нет, например, диабета, нет каких-то проблем со свертыванием, потому что очень много факторов способствовало, и, конечно, кожа, даже если она на солнце, и даже если какая-то инсоляция идет, эти люди могут выглядеть лучше, чем мы, проживающие в мегаполисе, которые находимся без солнца, которые в загрузке, и это может повлиять больше, чем генетические предрасположенности, а вот с возрастом немножко позиции даже меняются, потому что истончается эпидермис, нарушается кровотоков дермы, и коллаген, именно поэтому важно в молодом возрасте обратиться, чтобы понимать, а где у меня ресурсность под коллагеном, есть очень много процедур у косметологов, которые возможны в стимуляции коллагена в молодом возрасте, а вот 50-55+, уже поздно, поздно пить боржоми. Да, это не поздно, но по-другому. В двух словах вас просят напомнить, в какой клиник вы ведете прием, просто напомните, как вам записаться. Это клиника GMT, клиника, которая расположена на Новинском бульваре 20А, строение 9, у нас есть инстаграмм, посмотрите, там все будут процедуры, и наша системная медицина, которая работает в связке именно с косметологией. Именно в этом идее была системная медицина, красота изнутри и снаружи, а кожа как барьер и как показатель, что ты сделал внутри с человеком, и вот мы дошлифовываем бриллиант. Так, следующий вопрос от наших подписчиков. С чем связано появление бородавок и папиллом у пожилых людей? Наверное, как с этим бороться и стоит ли это делать? Да. Вы знаете, во-первых, это вот, ну опять же, как эндокринолог скажу, это, скорее всего, возрастная инсулинорезистентность, когда снижается чувствительность к инсулину, это иногда сопряжено с нарушением метаболизма, это можно увидеть даже в чекапе, вот минимум, я имею в виду базовый какой-то комплекс, когда сдал человек, это можно считать, оценить там его уровень показателей, и когда стимулируется инсулиноподобный фактор роста, и он запускает к росту все, что не попадет. Кисты, папилломы, родинки, это работа печени, а вот бородавки, это иммунологический аспект. Иногда они содружественны с живущими вирусами, которые там прижились, у нас и живут. Дело поправимое, бороться точно надо, не агрессивно, и поэтому, когда приходить, можно прийти к косметологу и убрать внешнюю такую составляющую, то изнутри это поддержки, которые приведут к хорошему заживлению после процедуры, восстановлению и, возможно, подавлению настолько, что люди годами там с подошвенными бородавками, например, жили, а потом раз и говорят, как вот отвел бог. Да, так оно и есть, потому что, если брать, ну вот действия даже, не то, что витамины, это все, но это, как я бы сказала, тогда вот довел до определенного разумной концентрации, они уже начинают нам в помощь работать, они уже как активаторы собственной иммунитета в том числе, поэтому здесь разобраться, и знаете, Лена, я бы сказала, что эндокринолог, ну и вообще врач системы медицины, он всегда видит, что главное, вот чтобы не рассеивать внимание, вот сделайте вот здесь кусочек, сделайте левый глаз, правое ухо и левое колено, вот системный подход, он самый правильный, ты всегда знаешь, с чего начинать, ты видишь всю у человека, с чего начинать и план, план действий. Следующий вопрос, какие антиэйдж процедуры вы порекомендуете? Ну, знаете, момент диагностики, он прежде всего, у нас нет такого, чтобы вы пришли, например, ко мне с какой-то проблемой гормональной, дисгормонального, сбоя, сдвига, и я сказала, все, к косметологу не идем, ничего не делаем, пока вот тут не вылечим. Подождите, а прежде чем к вам прийти, надо ли какие-то анализы, там анализ крови или мочи? Вот скажите, что нужно перед тем, как к вам явиться, чтобы это не был пустой разговор? Ну да, да, да. Вообще, на самом деле, у нас для этого удобства был создан такой пакет анализов, он прям так и назван, базовый комплекс, эндокомплекс, когда к эндокринологу идем, гастрокомплекс и нейрокомплекс. То есть тут зависит, что человек хочет получить. Углубленное изучение это все, что входит в эндокомплекс, по эндокринологии и так далее. Базовый комплекс это минимум. Если вам удобна наша клиника для лаборатории, потому что, поверьте мне, как смотрят лаборатории, это лучшее из тех, кто смотрит, удобно. Вы можете приехать и сказать, мне нужен базовый комплекс. И там медсестра тут же говорит, что дать. Если это не очень удобно и у вас есть свои анализы, что тоже, конечно, допускают, и чтобы не пересдавать из этой вены сто раз, вы используете то, что у вас есть. Это стандартный объем в биохимии, не развернутый, не все виды анализов, которые мы слышали или знаем, или кто-то назначает. Это, конечно, общий анализ мочи, клинический анализ крови и минимум, например, ну я не знаю, всем известны гормоны щитовидной железы. Там даже в лабораториях есть комплекс для щитовидной железы. Сдать этот комплекс, и я всегда говорю, или если вы знаете о проблеме и то, что пересматривали какое-то время назад. Давность этих анализов, ну в принципе, если вы не болели всем известным вирусом или какое-то вот в ближайшее время от одного до трех месяцев вы можете приехать, показать, а мы дальше определим, потому что нет такой тенденции пересдавать то, что, или передайте в другой лабораторию или где-то. Придите с тем, что есть, если вы сомневаетесь. Для эндокринолога это УЗИ щитовидной железы, желательно. Но у нас здесь в системной медицине мы можем назначить что-то более углубленное и структулезное, потому что это персональная медицина, когда не общие рекомендации, ну там, не ешьте сладкого, да, а это когда будет что-то точечное. Итак, вопрос такой забавный. Почему в пожилом возрасте активно растут волосы на лице? Это влияние гормонов? Я думаю, что это вопрос от женщины. Да. Потому что на самом деле идет дисбаланс. вернее, снижение чувствительности к эстрогенам их самих меньше. А тестостерона за счет превращения в ткани меняется координация и чувствительность к рецепторам даже нормального уровня тестостерона может быть чуть выше. Поэтому тут прежде всего вопрос метаболизма, дефицитов, недостаточности и общего статуса. Очень часто это коррелирует с прибавкой веса в возрасте постарше. Поэтому как эндокринолог встаю твердо на своем. Не надо выходить из своей ауровидической доши. У нас определенная архитектоника, структура. Мы задуманы природой в определенном типе. Мы должны стараться в нем находиться. А как вот тут пишут, почему с возрастом так тяжело похудеть? Потому что уходят гормоны регуляторы. Потому что существует момент тканевой нечувствительности гормона. Например, вот как гипотириоз. Он бывает прям явный, вот взяли по анализам, все видят, а бывает тканевой. И по анализам еще так изменений нет. А человек приходит и жалобы говорит вот прям соответствующий гипотириозу. Поэтому здесь начало терапии будет всегда однозначно негормональный, однозначно восстанавливающий эти обменные процессы. Ну как я, знаете, людям объясняю, вот мы регулируемся гормонами гипофиза, гипотарамуса, то есть все, что у нас центральная нервная система. Мы определенная пирамидка. Вот на эту пирамидку, он так рассчитывал, пирамидка прибавила в весе, он работает больше. И замкнутый круг больше работает, больше проявлений, больше прибавляем, больше задерживаем жидкости. Именно поэтому, когда гормоны регуляторы связаны со снижением чувствительности рецепторов, к ним же, даже пусть уровень неплохой в крови, а он снижается. И поэтому здесь еще связано с нашей физическими возможностями. Почему-то мы решили, что мы можем стоять, а мы не можем. Кто сказал, возраст это только цифра, остальное мы нет, мы должны быть активны. А еще в догонку вопрос. Бывает, что перестает работать ощущение насыщения? Вот у меня свекровь с возрастом, она, по-моему, у нее пропал вот этот ген, она ест, но она не понимает, что она уже насытилась. Такое может быть? Или просто чуть позже приходит это ощущение насыщенности, а ты все ешь и ешь. Ешь и ешь, и вроде по идее должен наесться и все. А потом ты говоришь, господи, как я мог столько съесть? Но что делать, когда нет? Да, вы знаете, ген не умер, нет, он просто действительно так себя проявляет, он позже приходит, чувство насыщения, поэтому вот эти элементарные правила, выпить стакан воды, мы очень часто путаем жажду с голодом, выпить стакан воды 20 минут, да, перед едой. Здесь также очень хорошо работает у людей вообще прием комплексов пробиотических, пребиотических, которые коррелируют соотношение микробиота кишечника, это очень важная составляющая, мы здесь тоже занимаемся им, потому что это кишечник, это та же оплодсистема, которая работает с нейротрансмиттерной передачей, с гормонами, с рецепторами, поэтому это может быть запрос микробиоты, а не совсем человека, это может быть просто отсрочка чувства насыщения, поэтому рекомендации, маленькие порции, есть медленно, жевать медленно, иногда так бывает, что человек глотает еду очень быстро, торопится, и, конечно, не доходит сигнал, что уже насыщение пришло. И вода, вода, воды пить много перед едой стаканом. лезут волосы лысею, лезут волосы лысею, что делать? Причин для лапеции, а это именно так называется, очень много, она такая многоликая проблема, поэтому здесь, конечно, надо выяснить, после чего именно. Мини-обследование, вот даже вот тот минимум базовый, который в ЧК входит в диспансеризацию, он может ответить на какую-то часть вопроса. Если это постковидная история, то это момент восстановления, и, к сожалению, это длительное такое, поэтому чем раньше займемся восстановлением, тем лучше. Это вопрос всегда внутренний. Это не то, что воздействие и что-то произошло, это всегда внутренний вопрос, поэтому внутренняя причина для этого точно есть. Если это возраст, это момент восстановления, дефицитов, если это возраст пожилой. А вот это вот сейчас советуют колоть вот в голову там что-то такое, чтобы лучше волос росли. Трихологи, да, очень много процедур, это все прекрасно, отлично околдовывает, но без внутреннего воздействия этот эффект либо медленный, либо малоэффективный, и вы знаете, что самое интересное, доктор все делает правильно. Мы же приходим к трихологу, он сделал, отработал честно, отличные препараты, процедуры, методики, а вот пока вот здесь не сделаешь свое, это будет либо плохо работать, либо плохо усваиваться, либо кратковременный период, и человек, да что ж такое, столько было сил, и денег потрачено. Ну, конечно, это важно. Так, скажите, какие первые признаки неполадки с эндокринной железой? Это могут быть субклинические, суб это до проявления клиники, поэтому если вот то, что мы ощущаем, это могут быть не специфические признаки, они могут выявляться вообще как типа аллергия, как будто бы задержка жидкости, как будто бы прибавка веса, а человек говорит, я потолстила, а это нет, задержка жидкости в межклеточном пространстве. Это могут быть, опять же, изменения структуры волос, не просто там выпадение, а что-то меняется. В общем, все то, что вас отличает от предыдущей или более ранней, это всегда показания сходить к эндокринологу. Почему? Я говорю, что кому нужно к эндокринологу, если честно, все, придите хотя бы раз, вы получите мнение с эндокринологического угла такого спектра взгляда, получите о себе и дальше будете знать план действий. Вряд ли вам скажут ходить ежемесячно, если не будет на то причины какой-то коррекции гормональной. Скорее всего, вам наметят обзор более углубленных исследований, либо то, что мешает усвоению гормонов. То есть здесь поле деятельности врач должен выявить главное. Хорошо. С чего начинать? Да, порекомендуйте, пожалуйста, витамины на период февраль-апрель. Вот сейчас, чтобы попринимать бы. Но вы знаете, вот если говорить о персональной, интегративной медицине, это, конечно, вопрос диагностики. И опять же, я вам скажу, что это наше достижение, что у нас запросто можно пройти олигочек. Это такой анализ, такая диагностика, неинвазивная, когда мы смотрим не в вене результаты, это большая портянка, вы понимаете, вот сдать на все витамины и все, а это по ладошке, неинвазивным методом, методом спектрофотометрии. Можно посмотреть, 7 витаминов, 20 микроэлементов и даже 14 тяжелых металлов. То, что насытилось в периферии. И можно сказать абсолютно точно. Например, приходит человек и говорит, да, да я пью его 100 лет. Да, вот я тоже пью. А вот тут сюда в ткань не доходит. Не доходит. Вот в периферию, когда зайдет, потому что там прячутся гены усвоения. Есть ген такой, ВДР, который говорит о том, легко мы забираем эту дозу, которую принимаем, или нам нужны по факторы, или какую-то дозу повыше, или нужна цитрация. То есть просто так пить витамин Д или там витамин С, просто потому, что он полезный, это бессмысленно. Если принимать профилактические дозы, это отлично. Профилактическая доза в рекомендациях стандартной медицины очень маленькая, поэтому вы можете не ощутить эту дозу. 600 международных единиц и многие люди пугаются. Как же тут написано так маленькое, а вы назначили 5000? 600. Ну, конечно. Но это профилактическое. В среднем, я вам скажу, даже статистика существует. В норме витамин Д у одного человека из 100. Если вот брать вот нашу Россию такую, и я вам скажу, что очень редко встречаю, когда норма, чаще это недостаточность, реже, но все равно встречается дефицит, поэтому доза 600 ничего не сделает. Она, ну, может быть, это прям совсем очень минимум. И витамин Д, например, как и витамин А, Е, они являются прогормонами. Это не совсем витамин. У него очень много рецепторов. 2700 только изучено. Поэтому это прогормон. Он может быть базой для действия определенных гормонов. И он так важен, что люди иногда, когда назначаешь вот дозу, которая работает, они прямо вот даже через несколько дней или там условно через неделю говорят, я стал на 10 лет моложе, потому что он доходит до точек. Вот открыть, например, клинические рекомендации по витамину Д, это можно увидеть. Он, трейгер более 100 заболеваний. 100. И начинается углеводный обмен, прибавка веса, выпадение волос, проблемы с щитовидом. Это витамин Д. Да, всего лишь витамин Д. А заканчивается, знаете чем? Болезнь у Альцгеймера. Поэтому его недостаточность так важна. Не надо превращать его в вакханалию приема огромных доз или инъекционных доз. Нет. Там достаточно все просто. Если знаешь ген, если не знаешь ген, можно посмотреть олиготчиком, причем эта диагностика недорогая. Достаточно, гораздо дешевле, чем то, что сдается в анализах крови. И можно решить этот вопрос, потому что даже ковид показал, что если витамин Д выше 50-60 или хотя бы в этой зоне, переносится, конечно, гораздо легче и проще. Я вам скажу, что самые сложные пациенты, это, наверное, самый низкий витамин Д был в ковидной ситуации. Поэтому здесь витамин Д, профилактический уровень, С, если не назначил доктор, а вы сами решили, это только речь о профилактических уровнях, но не с лечебным воздействием, к сожалению. Вот тут вот говорят, что если пить искусственные витамины, а потом перестать, то потом клетка самостоятельно перестает вырабатывать витамины. Мифы или реальность? Мифы, мифы, потому что на самом деле в синтетических витаминах очень много, это вот касаемо даже витамина Е, когда боятся, что же это синтетика, да нет, он на самом деле есть формы, которые были созданы, отлично заходят в клетку, легко усваивают, так по многим витаминам, и живут нормально, и дают какую-то поддержку клетке. Это не значит, что свое перестанет работать, ну условно. Ну давайте к витамину Д, потому что он уже из каждого утюга, и это очень волнует, и он действительно эффективен, он правда про гормон, он прям дает мужчина, он тестостерон хороший, такого основа для работы гормонов половых, а у женщин там много всего и в том числе. И вот Д, если заблокирован ген ВДР, мы не с солнца, нарушено превращение его в полезное, да, ниоткуда не берем, и если мы не живем на берегу моря, где мы можем выловить дико растущую рыбу, и тут же ее съедать, мы ниоткуда не получаем, если условия, вот мы Москвы или вообще любого города, поэтому здесь, если добавляя витамин извне, это поддержка организма, а не то, что всего ее не заработает, если там блоки стоят генетические, поэтому какое-то время мы на нем существуем, мы же не умираем маленькими, да, от того, что там какие-то блоки, мы существуем, но поддержки потом в дальнейшем нужны, то же самое касается и деток, детям подбирает педиатр, а он оценивает, когда вылезли зубы, что там с родничком, как растет, смотрит грудную клетку, то есть архитектонику маленького человечка и назначает в том числе. Кто-то у вас просит определить, какую омегу-3 лучше выбрать. Я скажу так, что сейчас на рынке великое множество и в аптечной сети, и известные сайты американские привозят кто-то из-за границы омегу. Она в различных формах. Это рыбий жир, что ли? Рыбий жир, да. Это то, что в детском саду нам кусочек черного хлеба, помните, капали, и надо было всем обязательно это есть. Но сейчас почему-то это не предлагается. Это очень грустно, потому что я считаю, что вообще мы как нация выжили благодаря вот этим вот экзекуциям с зажатыми носами, когда детей заставляли этот рыбий жир, потому что это, если раньше смотрели как профилактика рахита, то это в 29-м году и там далее смотрели. Вот профилактика рахита витамин D вместе с рыбьим жиром. Иногда путают витамин D и рыбий жир. Да, он иногда обогащается, но витамин D отдельной дозой принимается. То в настоящий момент известно, что рыбий жир это декозагексоеновые и декозапентоеновые кислоты жирные, те правильные кислоты, которые составляют структуру клетки, фосфолипидный слой, она амортизирует от вирусов, от скрыстных, как упрощенно говорю, но вот такое влияние у нее есть. Мало того, что есть даже анализ на индекс омеги. А вы знаете, расшифровывается очень просто. Средние, высокие, низкие риски. Чего? Сердечно-сосудистых заболеваниях. То есть корреляция насыщения омегой эритроцитов и заболеваний она есть. И какой рыбий жир лучше? Тут, конечно, желательно состав знать, потому что соотношение этих кислот, включая анализы, которые можно сдать, посмотреть, достаточно ли я пью или дальше продолжать. Но на зимний период, если не углубляться в анализы, я всегда рыбий жир даю. Большие дозы некорректны. Смотрите... Ну сколько? Вот в аптеку прийти, что взять? Ну опять зависит от соотношения. Я всегда прошу, посмотрите на дейкозы гексаеновые. DHA называется. Она должна быть не менее 400. Дейкозы гексаеновые кислоты не менее 400. Дальше зависит, какая цель, какой холестерин, как работает печень, и что мы хотим с ним. О, Господи, как все сложно. С вами очень сложно. Возьмите омегу, которая вам доступна. Есть бренды, которые мы используем. Я, например, использую чаще. Они себя хорошо зарекомендовали. Это обычно из диких рыб. Это омега выделяется. Ну, известный всем, тут тайны нет. Норвежский рыбий жир. Есть в жидкой форме, есть в капсульной. И вы, когда открываете банку, это должно пахнуть рыбой, но не должно быть симптомов отрыжки, изжоги, потому что тут еще не всякий желчный и желудок примет. Даже очень хорошая омега. Поэтому здесь вот надо посмотреть, что именно для вас хорошо. А тут справедливый вопрос. Может, лучше жирную рыбу кушать, чем рыбий жир искусственный? Отлично. Да. Жирную рыбу – это очень хорошо. При условии, она росла в диких условиях, и вы выловили ее недавно. Понятно. Отлично. Такой вопрос. Действительно ли корейская косметика на российском рынке может помочь в борьбе с устарением? И чем она лучше других брендов? Ну, я думаю, что наши косметологи ответят более детально, какая именно. Потому что, вы же знаете, на рынке сейчас появились и конкуренты, и назовутся корейской косметикой. Ну, вы вообще верите в эту корейскую косметику, что там прямо чудо чудесное? Вы знаете, как эндокринолог, конечно, нет. Как вот женщина просто. Да, я вижу, какие-то линейки, они подходят кому-то больше, меньше. Самостоятельно даже не пробуйте. Это выброшенные деньги. Вам могут из этой линейки подойти что-то одно, но пока мы не восстановим наше все внутри, пока мы не сделаем витамин D, как положено. Активно, вот внешняя сторона, она не будет меняться. Это будут временные, визуальные какие-то поправки, но не более того. Поэтому жалко всегда затрат и ожидания. Какие косметические процедуры эффективны 60+. Большинство. Есть, конечно, те, которые направлены на стимуляцию коллагена и которые применяются, кстати, в молодом возрасте, там даже в 30+, да, вот когда я вам говорила, что есть что настимулировать, можно уже применять. В 60+, здесь зависит еще от диагностики. Диагностика вектора это не самое модное нововведение, это есть во многих клиниках, ну, в некоторых есть, но у нас, конечно, лучшее. Поэтому по векции, когда в 3D идет диагностика лица и какими процедурами, там где купероз, где пигментация, где кровотоки лучше, где меньше, где приближаются сосуды к поверхности кожи, где далеко расположены. Это так примитивно, чтобы всем было понятно и доступно, что этой диагностикой можно определить прям точечно, за то, что будет эффективно. И все. Косметолог проводит, видит, вам показывает нас самих в нескольких ипостасях, там, с кровотоками, с коллагеном, с толщиной, и вам прям покажут, скажут, вот здесь вот тут добавляют, здесь будет просто маска, уход, здесь вот будет массаж, здесь будет аппаратный, но аппаратные процедуры, конечно, в клинике премиум класса, ну, чтобы вас это не отпугивало, потому что любую процедуру можно подобрать, на любой, ну, если так сказать, кошелек, то есть можно решить вопрос с аппаратами, только в клинике уровня, который может позволить себе разные насадки, разные токи, разные доступности, поэтому не пугайтесь, что время упущено, или что-то там нельзя настимулировать коллаген, просто дойдите, вы узнаете о себе мнение. Так, Манечка, расскажите нам, пожалуйста, про плохие гены, и как их можно корректировать, и как о них узнать. Это что, надо сдавать тест, ДНК-тест какой-то? Вы знаете, да, вот ДНК-тесты, когда люди приходят, говорят, я сдавал ДНК, у меня там в роду, там славяне, или еще кто-то, да, они разные. Сказали, кто в роду, только я не понимаю, как это улучшит мое здоровье. Как это применить, да, вот поэтому генетические карты, они абсолютно разные. Я, например, занимаюсь генетикой питания, генетикой усвоения витаминов, поэтому у меня набор ДНК-теста, он в нашей клинике называется здоровье, второй вариант эксперт, там чуть меньше, там чуть больше, с генами детоксикации, и есть ДНК красота, которая исключительно по коже, но он перекрестный такой. В том, в чем я достаточно давно, более семи лет уже, генетики по питанию, я скажу, что там не бывает плохих генов, там бывает, вы знаете, что-то получше, а тот раз компенсировал, то есть природа так продумала, и у нас настолько все по Божьим каким-то законам сделано правильно, вопрос в том, чтобы мы это не испортили эпигенетикой, потому что это наше право испортить хорошие гены и активировать плохие, или наоборот, подавляя гены, но не плохие, а полиморфные, потому что полиморфные, это, знаете, как говорю, вот есть две аллельки, две работают хорошо, отлично, а бывает норма мутация, одна работает ручка во все усилия, а эта не работает, или мутация, мутация, молчит ген, ну, чтобы так понятнее, например, по витаминам, вот молчит, и поэтому по витамину А молчит ген, не усваивает, не трансформирует из каротиноидов в ретинолы. Поэтому пока не дашь условно человеку, а явит, его не будет. Ешьте вы морковку, много, в большом количестве. Он не превратится в ретинолы, то, что для клетки полезно. А косметологи видят этот ген, говорят, так, все процедуры с ретинолом будут ок. И назначают это, и, конечно, эффективно. Поэтому здесь генетика, она разная. Есть гены по свертыванию. И в ковидной истории они были очень важны, потому что многие пациенты, кто обращались, я знала уже по восстановлению, потому что видела мутации по отромбообразованию, по фалатному циклу. И я поэтому знала уже, что назначать. Те люди, которые не знают по свертыванию гены, если не заставляет какая-то наследственная история. Ну а просто, например, если есть сердечно-сосудистые риски в возрасте моложе 50 лет у кого-то из родственников, гены по свертыванию лучше сдать. Их немного. Их всего 6, но таких основных. Их больше. Но всего 6, которые подскажут любому доктору в системной медицине, интегративной медицине, надо думать в сторону поддержек заранее и контролировать заранее. Или достаточно какого-то базового уровня анализа. Очень важный вопрос. Какие эстетические проблемы могут передаваться по наследству? Их достаточно много. Вот как раз вот в этом ДНК-тесте по красоте и описана система фотостарения, потери коллагена. Это генетика, которая относится к старению кожи или снижению коллагена быстрее, чем хронологический возраст. Ну у нас есть хронологический, есть биологический. Хронология – это паспорт, биологический как внутри. И вы знаете, бывает и наоборот. Хронологически ничего, а биологически старше. Также и наоборот. Тут есть участие эпигенетики вот этого фактора. Но вопрос был задан именно по генетике. Да, они есть. Они, эти гены, есть. Мы можем их приостановить, не давать им активно себя показывать. И можем не экспрессировать эту генетику. А есть гены, которые очень хорошие, а мы сами все испортили. Да, вот мы, например, там вредные привычки. Мы, например, плохо спим. И многие женщины, кто нас слушает, да и мужчины тоже, встаешь как будто на 10 лет старше, потому что плохой сон накануне, а плохой сон – это накануне и та еда, или поздняя еда, или какой-то там срыв, да, эмоциональный, когда мы заедаем там стрессы. Вот. И вот этими плохие привычки, вредные привычки, неправильная еда, как мы называем, мусорная еда, ну, в кавычках, та, которая вызывает ответ иммунный и накопление иммуноглобулинов, конечно, это все будет сказываться. Где мы живем? То есть, оглядя на родителей, вы можете уже предположить возможные болезни детей? Всегда вопрос врача любого доктора входит обязательно в сбор наследственного анамнеза. Это то, чем болели в роду. Можно предположить риски возникновения. Вы знаете, я вам скажу даже по-честному, есть какие-то заболевания, вот видишь, человек его назвал заболевание, знаешь, что это точно не его. Ну, это уже такая, наверное, интуиция, магия такая врачебная, когда понимаешь. Но не сбрасываешь это со счетов. Поэтому в карте будет написано наследственное заболевание, можно предположить, реализация быстро придет или медленно. И, кстати, очень часто можно отодвинуть. Условно, у меня есть пациенты, у которых в роду, ну, вот есть такие. Все в диабете. Мама, папа, сахарный диабет. У кого-то сложнее, у кого-то легче. А человек, и даже был такой случай, сестра-близнец уже наступил диабет. Человек приходит, и мы прямо отодвинули. И вот вы знаете, уже 10 лет от манифестации у сестры-близнеца, а это исследование близнецов же есть. Ну, вот это вот риски не реализуются. И все. И потому что это доказательство, что как важно, как мы к этому относимся, как мы вовремя приходим, когда мы можем сделать до диагноза, до реализации заранее. И вот облегчить вообще жизнь, и ресурсность повысить. По старею можно посмотреть фотографии мамы в своем возрасте. И мы видим мамы и бабушки. Конечно, в том возрасте и в то время люди выглядели старше. И это не только заслуга косметологии, потому что мы больше знаем, что влияет. Несмотря на загруженность, на стрессы, мы все равно, в общем, в целом выглядим моложе. Но это до какой-то поры, до времени, когда мы не вешаем усилия в косметологии, а мы понимаем себя внутри. Мы предупреждены. Очень часто просто наличие заболевания у близкого родства, у родителей, например, или у сестры, у брата, человека как встряхивает. Ну-ка давай подумаем, что делать, чтобы этого не было. И он уже к своим детям уже понимает. Ну, вопрос, например, переедания. Глобальной беды 21 века. Ну, конечно, ожирение, избыток веса. Об этом можно говорить часами. Но человек предупрежден. И я вижу, как многие, знаете, держатся изо всех сил. И также детей растят, формируя правильные привычки, правильное отношение к еде и к насыщению в том числе. Маленька, а что такое дефектный ген? Дефектный ген – это вот как раз полиморфный. Мы стараемся не использовать в речи мутации, но это мутации. Ну, во-первых, чтобы люди не подумали, что мутанты, потому что полиморфные варианты – это когда вот аллельки и ресточки смотрятся, вот где они работают хорошо, или наполовинку, или вообще. Вот этот ген может в речи доктора пройти как дефектный ген. Это не значит, что он неправильный. Ну, например, там гены, ген метилтетрогидрофолат, который фолиевую кислоту помогает усваивать. Этот ген с поломкой, но у человека меньше будет риска рака толстой кишки. То есть есть какие-то связки, когда вот одно вроде бы не очень, а там смотришь, там в популяции меньше рисков. То есть у нас не бывает что-то плохо, у нас что-то дается хорошее, нам главное это изучить, составить о себе представление о здоровье, понимание, поддержку, потому что по тем же витаминам. Можно вам сказать и группы В, и С, пейте все, но я вижу у одних людей мутации в группе В и не по всем витаминам, а, например, В12. А он будет ходить лечить бесконечно анемию, да, условно. А мы тут знаем, что даже форму какую дать витаминам В12, чтобы она усваивалась и чтобы не было проблем с усвоением железа. Как вы относитесь к голоданию и вегетарианству? У меня в этом ДНК-тесте есть такая страничка адаптация к вегетарианству. В этой страничке указано усвоение витаминов из продуктов питания, и поэтому если там все отлично, что бывает очень редко, будет написано, у вас, да, вы можете периодически использовать вегетарианство, но чаще всего я, конечно, вижу невысокую адаптацию, поэтому люди вынуждены, должны будут принимать витамины, особенно жирорастворимые витамины, которые в животных жирах чаще содержатся, на постоянной основе. Очень часто, мое личное наблюдение, что в вегетарианство уходят люди, ну, если не брать какие-то, ну, аспекты, не знаю, эмоциональные, или там убеждения какие-то, очень часто уходят от проблем в желудочно-кишечном тракте, связанные с ферментопатими, с невозможностью расщеплять, например, какой-то продукт, и они уходят, просто убирают, раз не нужны эти ферменты, или плохо работают, уберу, и вот буду вот так жить. И это их решение, а мы здесь возвращаем к жизни уже добавками, витаминными комплексами, иногда это надо... Все можно компенсировать. ...черет генетику, иногда так. Голоданию отношусь хорошо, но без фанатизма, потому что должна для любого голодания быть какая-то цель. Человек к голоданию должен быть ресурсным, если речь не идет о глобальной проблеме, онкозаболеваниях, когда мы какими-то вкраплениями используем для своих целей, и то по согласованию, и понимая организм человека. Поэтому вот так, чтобы сказать, идите быстро голодайте, один день голодать хорошо, два-три еще лучше, мы можем получить и желчекаминую болезнь, и плохой вообще, желчаток не обязательно камни, но плохой, плохое самочувствие, снижение ресурсности, и никакой пользы от этого не будет. Лучше... Ну хорошо, а то, что сейчас так модно, говорят, что до четырех... Шестнадцать на восемь. Вот разница в восемь, шесть, как-то в шесть часов ешь, в восемь не ешь, вот эти... Как вы к этому относитесь? Шестнадцать на восемь, это такая вот тенденция, причем японский ученый, который рассказал о ней, он на клетках, он на человеке, и на ассамблее здоровья его спрашивали, а вы сами шестнадцать на восемь голодать? Он даже не понял, о чем речь. Он говорит, подождите, я же это делал как биолог. Но у нас это быстро подхвачено. Все имеет на это основание, потому что многим людям это действительно как, ну, такая встряска, да, но это не в сухую голодание. Всегда помните, вода – это жизнь, вода есть – это жизнь, это и желчные кислоты работают, это и желчный пузырь, и вообще органы желудочно-кишечного тракта. Это важно. Но пошли перекосы. Люди говорят, я шестнадцать на восемь ежедневно. Шестнадцать на восемь – это шестнадцать часов голода, восемь – это пищевое окно. На самом деле идет сдвиг уже каждую свою интерпретацию. То есть люди говорят, я не завтракаю, зато там поздно ужинаю, и вот это вот голодаю. Было уже даже исследование, которое показало. От трех до пяти лет вот такой вот истории с голоданием можно доиграться до болезни желчного пузыря. Это не только желчекаменный, это и холециститы бывают острые, даже превращаются быстро в хронические, не имея к этому генетической предрасположенности. Поэтому здесь несколько факторов сослагательных, я бы сказала, не использовать. Ну, знаете, это вот как с осмотром. Приходят, и все понимаешь. Вот не использовать без доктора. Доктор скажет, можно, нельзя. Если вы хотите себя прощупать, начните с того, что доказано. 12 часов голода, включая ночной сон, это такая эндокринологическая, ну, как бы, законодательная позиция. То есть 12, включая ночной сон. И человеку объяснить, что если мы не едим за 2-3 часа до сна, это очень хорошо. И на качестве сна, и на глубине сна. И, кстати, с проявлением климактерического синдрома возвращаясь к вопросам выше, это тоже хорошо. Но другой вопрос, люди говорят, да, хорошо, я ложу в 2 часа ночи, поэтому в 12 буду есть так вот, как хочу. Тут вопросы цирканности тоже должны соблюдаться. Поэтому вот когда вот некий режим такой существует, вам, чтобы был комфортный. Но я всегда говорю, сов не существует. совы, это больные жаворонки. Все равно надо иметь такую цирканность определенную жизни, чтобы это не было перекосов и с голоданием. Мариночка, последний вопрос. Вот мы говорили про тест, ДНК-тест, ДНК-тест. Вопрос, сколько стоит ДНК-тест? Вы знаете, их существует великое множество. И если я говорю то за свою вот клинику, где мы внедрили, и зависит от количества. Да, вот минимальный. Зависит от количества генов, которые смотрятся в тесте. У нас он, конечно, я бы вам показала в журнальном варианте, где мы читаем человеком, где объясняется каждая мутация или полиморфная ситуация, где даны тут же рекомендации. То есть человек сам сможет прочитать рекомендации для человека, общая информация про гены, что он, чем он может грозить эта полиморфная ситуация, и вот так далее. Вот в таком развороте и где-то 34 гена в нашей клинике, ну, зависит опять же у нас есть дороги, есть эксперт, где чуть побольше. Это обычно там от 30 до 40 тысяч. Это навсегда. То есть это не меняется. Есть генетика, которая мне нужна точечно. Ну, например, вот по свертыванию, да, 6 генов. Это зависит от того лаборатории, вы можете сдать в любой лаборатории. Диапазон цен тоже он варьирует, ну, это где-то, не могу сейчас на скидку сказать, но где-то в районе там от 6 до возможно 10 тысяч, кто-то там панель прям предлагает и все. Здесь залить можно вообще один ген посмотреть, здесь заказать. Хочу ген на витамин D, ВДР. Вот мне он важен, интересен. Например, человек пьет витамин D с кофакторами, все правильно не повышается. Хочу дать посмотреть. Ну, я могу подойти хитрее, посмотреть по ладошке, неинвазивным способом и скажу, вы знаете, вот эта доза правильная, держимся ее, насыщение идет. Но это не отменяет в какие-то вехи, ну, хотя бы там раз в полгода, в 3-6 месяцев сдавать их крови, потому что, особенно если речь идет о пожилом возрасте, передозировки витамина D имеет токсичные воздействия, поэтому здесь не заигрываться с витаминами. Понятно. Вот. Мариночка, огромное вам спасибо. Вы знаете, тут вам столько признаний в любви, столько сердечек, как невеста на выданье. Я думаю, вам. Скажите, пожалуйста, не-не-не-не, это все вам. Скажите, вот вас спрашивают, как на вас подписаться к вам, как именно к вам прийти? Вы знаете, можно, у нас, в доступе есть, у нас GMT клиник и в Телеграм, и в WhatsApp они работают, и в Инстаграм, то есть можно через клинику, потому что у нас у доктора, у каждого есть менеджер, который ведет запись, подбирает удобное время, и это будет для вас комфортно, удобно. Вы можете через клинику в общем доступе, и если будет какое-то время ожидания, заранее извиняюсь, но работаю ежедневно. Ну вы на расхват. Друзья, просто хочу напомнить, что у нас в гостях была Марина Молдаванова, это эндокринолог, врач антиэйдж медицины и зав. отделом системной медицины GMT клиник. Да, GMT клиник, совершенно верно. Если вам понравился эфир, пожалуйста, ставьте лайк, и не забывайте подписываться, и идите на страничку до Марины, и там куча всего интересного, важного для себя. Прочитайте еще раз. Мариночка, большое вам спасибо за исчерпывающие ответы наших подписчиков. Спасибо, Елена, огромное вам. Вы великолепно выглядите, отлично. Дорогие мои слушатели, я вас всех люблю, и прошу вас, не болейте, берегите себя, а уж как поддержать, мы точно знаем. И хотя бы раз в год приходите проверять свою щитовидку. Просто приходите в гости. Всего доброго. Спасибо. Да, Елена, спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.